Возьмем ультрамаринчик, возьмем розовинку. И плотно, не сухомятку, плотно, с веществом. Пройдешься, создашь эту абстракцию фонового пятна. Где-то с намеком на свисающую ткань, где-то с намеком на складки свисающей ткани, где-то с намеком на штрих ткани. Ткань любит штрих, поэтому где-то с намеком на штрих. Если что, добавляй сюда влаги, чтобы она не была слишком вязкой. Нашвырить, хорошо? Рябушку. Поскольку там рябит, нам ничего не остается делать, как набрать эту рябушку. Скупее, чем там. Потому что самые мы уже будем дорисовывать пальцем в пространстве. И ты видишь, сразу цветки на лицо. Их даже рисовать не надо, надо просто повращать пальцем. А вазочку намекить сразу? Когда ты накидаешь фиолетовинки, ты возьмешь зелень. Может быть тоже с бирюзой возьмешь. Зелененький возьмешь. Сначала голубой, коричневый. Бас тебе вот эту темнятинку. Потом плюс желтопит. Нашвыряешь, нашвыряешь. Сам стеклянный предмет, когда ты накидаешь и того, и другого. Возьмешь и того, и другого. Спустишь. Дашь штрих по цилиндру и поставишь блик. Но я шучу. И продолжишь уточнение уже такого характера. Ноги этих стволиков. Посмотри, что делаем. На раз, два, три. Мы как бы сверху смотрим на него. Вот по такой тройке. Смотри, как ему красиво быть. В наклоненном. Вид сверху. Возьмешь цветнотики. И намигаешь ими. Вот такими цветнотиками. Желтыми, оранжевыми. Розовыми. Чуть-чуть намигаешь. Пальцем. Если ты помнишь, я доставал вот эти вот следочки. Подоставай их тоже. Хорошо? Пока достать, а уже потом заварить. Потом, да. Сначала сделай какой-нибудь просто пирует фиолетовый. А потом возьмешь, разбил. И в этот разбил. Вмитнешь. То есть, штука мутная. И там мастихину делать нечего. И обязательно эти ноги, ноги растений. Вот они. Вот они. Вот они. Смотри, прямо палец сам очень умно раздает. Не надо делать мастихиновые укладки. Мастихином ты можешь, единственное, что здесь подложить. Мастихин. Видите? Да. Вот эти внизу. Какие-то. Чтобы мутность это вполне выразилась. Некоторый намек на толщину стекла снизу. И когда донакидаешь вот этих вот подробностей, ты можешь чуть-чуть вдоль веточек дать борозды. Оно выразит те веточки, которые ближе к нам, что они имеют толщину и как бы прорисованы. Но потом все это, особенно когда красочка станет, ты возьмешь некий разбел и немножко этим разбелом перебьешь. Появится как бы поверхность стекла. Не обязательно по всей длине, можно только по верхней части. Тоже подложить что-нибудь, да. И вот это. Вот это. Там у них еще есть линия воды, которую можно обозначить. И там вообще нет блика. Но нас такая ситуация не устраивает. Мы возьмем и подложим бличок. Может быть даже в форме окна. Ох, ну окна, крестовинные окна. Вот, и тогда будет очень понятно, почему свет пробил насквозь и там уперся. Да, вот сюда вот, если вы не закладывали, что надо, да? Сюда? Ну да. Ну просто здесь белый будет кричать. Отчасти потом выйдут вот эти звуки отсюда. Вот эти. Вот такие полосочки выйдут. Вот такие. Вот они, посмотри. Причем старайся где-то, вот где возможно, хулиганить. Вот, прямо есть кое-где направления, в которых можно похулиганить. Вот они, лепестоники. Вот они. Прикольно так? Да. Давай так. А с цветами пока не трогай. Ну ты сейчас уже что-то набрала, хорошо. Можно чернявочки вот этих мест дополнить, да. Чтоб каркас темного схватил букет. Чтоб он не был аморфным. То есть чуть-чуть чернявочек нашвырять. Вот это зеленый. Зеленый с коричневый-голубой. То есть он даст вот эту глухоту темного. Но это только в этом месте. Вот это же какой-то такой, да? Там этого, конечно, нет. Там цветоники, цветоники. Так. Потом ты вот так вот подшкребешь. Ну это вариант о нитиных глазах, насколько я понимаю. Нет, это называется желтый. Подшкребешь. И вгонишь беляки этих светленьких цветоников. Уже мастихином, потому что трудно будет преодолеть не мастихином. Да? Угу. Ну, там уже уточнишь серединочку. Или теневого. То есть ты видишь, прямо по такой траектории пошла сюда теневая. То есть свет и оттуда каким-то образом бьет. Можно нахитрить. Потом на плоскости вот этот свет тоже отбросил. И можно показать прямо отброшенность светлого пятна в ту сторону. Ну и вот эту тенистую, наверное, все-таки как отраженное пятно. Подложите. Вот эту темнилочку, ага. Темнилочку, может быть, подсадить для того, чтобы появилась геометрия окружения. Тем более, что вечно цветы вокруг каких-то геометрий окна и прочего. А сюда метнулся свет, ты понимаешь? Вот тот же свет, вот туда метнулся. Тоже прикольно. Я все это не полную. Ну, пощупай, пощупай. Ну, уже прикольно, да? Вот эти вот. Там где-то палку какую-нибудь воткни. Геометрику чуть-чуть сквозь ткань, которая закрывает окно. Маленькое, допустим, проявление геометрии. Давай такое. Если этот холодноватый, да, то этот теплый. Ну, перемолоть на желтый. На желтый плюс коричневый. Ну, жуткий цвет. И вот что это вообще за солома? Ты ж помнишь, сначала пальчиком вытащим на мутном, на мутном. На этом уже ничего не вытащишь. Это надо перемолоть на мутном. Помнишь первый вход? Тогда вот это мутное разрезается более конкретным. И тогда в это более конкретное можно чуть-чуть, не вот так, а чуть-чуть. Ты понимаешь? И тогда совсем другое дело. На желтый. Так. Очень много пластили на краске без результата пока. Значит, напомню, изначально мутнятина. Ну, беречь там нечего было. Там страдать не от чего, потому что надо просто пятно превратить в человеческое. Тоже вот проговаривал я желтый с розовым, ой, с коричневым. Никак-то не произошло. Нет, он затекся. Видимо, волшебно. Просто какого цвета эти веточки? Ну, конечно же, зеленые. Но зеленые-то, мы-то привыкли, что зеленые – это вот это. А зеленые – это и вот это. Но поскольку мы привыкли, что зеленые – вот это, оно все стало вот такого, едкого зеленого цвета. Так, сейчас берутся. Губочки. Кого кисточки? Налялся ли, я думаю, пальчиком. Пальчичком. Пятно рисуешь. Не рисуешь содержание пока. Где-где? Нет, нет. Это дочка как раз не очень хочет давать уроки. Пописать она не против, а вот подавать уроки ни за что. Стесняется людей. Вы теперь раз в месяц, да, проживаете? Угу. Вообще уличное занятие в интернете не довольны. У тебя есть мой телефон? Да. У меня в интернете полный беспорядок. Есть, правда? В сайтах, и там все, все они успевают идентично написать. Ну, не имею, чем вы. Чтобы получить проценты. А, ну ты туда туда звонишь, да? Они предоплату берут. Угу. Угу. Мне значит, что так произошло, что если у нас по кругу там приехать, то вообще не о чем не думают. Так в этом месяце завтра последнее занятие? Да. Угу. А у Москвы, там же каждую неделю здесь нет. Да, каждую субботу-воскресенье. Ну, был такой переходный период, был переходный период, когда Питер перестал ходить, а Москва резко усилилась. И с этого момента... Там суббота-воскресенье, есть будние дни, там... Ну, там все есть. То есть мутата. Теперь плюс вот эти ноги. Конечно, несколько замученное уже пространство, поэтому не так все вкусненько, как хочется. Но, тем не менее. Лепесточки, которые внутри этих стволиков. Идейка для плоскости воды. В общем, не обязательно от края и до края ее рисовать. Можно так обозначительно поступить. Немножко под истерзанное место. Не-не, нормально. Ну, можно потом и беленький. Так. Так. Продолжение следует... 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 то есть мы должны обозначить стекло вот таким например действием плюс брючок на вот этой поверхности звонкость блика звонкость блика порешала вопросы но не только вот эти вещи да 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 но и смотри торчалки листиков которые там вышли сюда смотри какая-то веточка выползла оттуда какие-то лепесточки это те которые уже снаружи сопричку да тоже эти же сопельки пораспрыгались и там плюс цветочек который вот здесь вот он вот смотрел прямо вот по такой траекторики змеечка и вышел и здесь сформировался давай так например то есть в унисон этим густотам подбрасываем густоты цветкам потому что цветки были только пальцем на набраны и это них не додает им так сразу раз и она уже в целом какие-то такие звучит она вся состоит из звуков но несколько цветков надо прорисовать чтобы было ясно о каком растении идет речь вот этого сейчас я пытаюсь нарисовать прорисовать так как так как Фоном можно обрисовывать все это добро. И тоже возвращать заслоненность. В общем-то все правильно. Я все время применяю несколько инструментов. То есть интереснее, когда несколько. Можно даже сюда. А вот эти вот, что ли? Ну туда вот эти вот эти вот эти вот, совсем малыши. 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 Так. Малыши. 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 вот эти вот беляки не самый был лучший ход все-таки у фона есть наштрихованность и это красиво ну вот это вот полосатость наштрихованность поэтому по возможности я бы такой что характер укладки бы изменил поджижешь там негде прислониться и немножко изменишь и вот этот вот эти вот вещи успокоишь то есть там фоновом пятне не должно быть клякс похожего характера на этот то есть там все все иначе чем чем в центре может оставить такой звук или слишком так можно еще дать не не все только несколько все остальное это пятнышки часть цветков на ту сторону и мы видим только их попки попки ну если хочешь можешь потом как бы дома немножко повырисовать по сухому но сейчас вырисовывает только два-три ну по три вот например какой-нибудь вот этот вот хочет быть нарисован здесь белый от ними публика нам невыгодно очень не надо вот пусть здесь белый живет здесь можно темненький один темненький другой можно так можно прорисовать и я такой что что нибудь вот такой нибудь веточкой вместе с отражением это отвлекает от неточности рисунка здесь правда вот это вот кляксочка и отражение лица очень 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 и любитость плоскостью она Смотри, на мой взгляд, там сидит. 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 Просто ни к чему, там белый на белом лепесток. Пусть там будет еще один цветной. Смотри, на мой взгляд, там цветной. Смотри, на мой взгляд, там сидит. Смотри, на мой взгляд, там сидит. Наоборот, мутная, а не острая, может быть. Какая-то, может быть, почечка, из которой планирует появиться цветок. Почечка, из которой планирует. Пустяк, а сразу, да, а сразу весело. Планирует только. Вот она еще с боковым освещением не очень. Ну, давай попробуем увидеть более добрых обстоятельств. Вот здесь, например. Красота. Да, кстати, если что... Например. Вот жалко, мне, на самом деле, кусок держит цветочек. Вот именно в эту сторону. Хочешь? Хорошо. Правильно. Спасибо.